Я не хочу здесь жить! И про коронавирус. Оказывается, с сегодняшнего дня у нас закрыты сады, школы, торговые центры, а я завтра улетаю. И я в инстаграм выкладываю пост, что мне делать, улетать или нет, потому что лечу я не в Италию, но в Европу. Лечу я в Афины. И разделились мнения 50 на 50. Кто-то говорит, лети, все окей. Кто-то говорит, нет, не надо. Меня никто не поддерживает из моих. То есть ни мама, ни Доминика, ни мой брат. Все говорят, оставайся дома. Только вот молодой человек говорит, что я думаю, что все будет окей. Типа, лети, отдохни. Я лечу с подругой. Поэтому я не знаю, что делать, но вроде бы как подруга тоже говорит Ань, давай без паники, потому что у нее тоже двое детей, все будет хорошо. Единственное, за что я переживаю, это за то, что если вдруг по прилету обратно в самолете начнут измерять температуру и у кого-то, не дай бог, будет какое-то подозрение, то весь самолет посадят на 14 дней на карантин. Вот за это только переживаю. Но решила лететь. Сейчас, в данный момент, я приехала домой, сейчас пойду переоденусь и буду помогать Нике. У нас в пол дома уже покрашены стены и поставлены розетки. Следующий этап – это плинтуса. И надо помыть полы несколько раз для того, чтобы плинтуса поставить, чтобы было чистенько. Поэтому Ника кричит, мама, я не хочу здесь жить, потому что мы привыкли убирать маленький домик. Ну что там убрать? Он маленький. А тут, она говорит, тут такой масштаб, я не хочу. На самом деле ко мне приходит девочка иногда помогать убирать, потому что я не всегда успеваю за работой. Если у меня работы немного, тогда я делаю это самостоятельно. Ника, естественно, аж помогает, потому что подросток. Но в большом доме я вообще планировала, чтобы приходил человек и просто убирал. Мы просто поддерживаем тоже, моем, убираем, но именно вот раз в неделю пришла, все помыла, все убрала там. Но тут же видите, какие стекла. Тут как бы еще дополнительно надо будет оплачивать, чтобы мыли стекла. То есть понятно, что мы тоже это можем делать, но когда там выходные, когда есть возможность. Потому что у меня по-разному бывает. Бывает я загружена и даже поесть не успеваю, а бывает у меня свободное время, и тогда можно этим заняться. Поэтому Ника уже в панике, что говорит, я не хочу здесь убирать, здесь слишком много площади. Но на самом деле, что тут убирать? Если иметь, например, паровую швабру, например, или робот этот пылесос, который туда ездит, все убирает, то я думаю, что не проблема. Но я в таком большом доме не жила, поэтому я не знаю как. Девочки, я знаю, что у вас у многих большие дома, большие квартиры. Напишите, как вы убираете, как вы справляетесь и как помогает вам кто-то. И если это не какая-то женщина помощница, то может быть какая-то техника. Поэтому подсказывайте. Но тут мне до техники еще, как видите, далеко, потому что ремонт только в полдома. То есть целый дом пока еще тяжело охватить. Масштабы большие, финансы нужны огромные. По чуть-чуть, все по чуть-чуть, но уже хорошо. Сейчас могу вам... В том влоге вы, наверное, видели, я там стены показываю, наверное, на полвлога показываю стены. Там очень красивый цвет стен. И, в общем, как только я поставлю входную дверь, я сразу же с того дома перевожу Демкину мебель, перевожу все наши вещи, заказываю шкаф. И, в общем, по крайней мере, мы начинаем уже здесь жить даже вот тут в полдома. Ничего еще. То есть только плитка положена, да? Стены тут только подготовлены, но еще не покрашены. Но уже жить можно будет. Поэтому очень-очень радуюсь. И как бы тут есть еще одна идея, я пока озвучивать ее не буду. Но если вдруг что, то я с вами поделюсь. В общем, оставайтесь со мной, хватит болтать. Дальше будет. Мама пришла. Подарки принесла, да? Сегодня 8 марта. Я хочу поздравить вас с этим праздником. Конечно, видео выйдет попозже, но в любом случае, девочки, пусть в наших сердцах всегда будет любовь не только к близким, но и к миру. И пусть эта любовь к нам возвращается. Чтобы мы цвели, пахли, как цветы весенние. Чтобы мы были такие же нежные, как тюльпаны. Еще хорошего настроения и отличной погоды в доме и на улице. И даже если идет дождь, то чтоб он нас радовал. Вот. Ну, это как бы так. Но на самом деле от чистого сердца. Хочу вам показать подарки на 8 марта. Моя подписчица Саша, она смотрит меня очень давно и прислала мне коробку с подарками. Я не знаю, что там. Я хочу открыть на камеру при вас. Это безумно приятно на самом деле. Я очень стесняюсь и стеснялась давать ей адрес новой почты. Но все-таки дала. Мы долго общаемся. И если человек хочет вам сделать приятно, отказывать нельзя. Поэтому я не отказала. И хочу еще показать. Мне блокнот прислали в подарок. Очень красивый. И я думаю, что я вам просто покажу на случай, если вдруг вы такой захотите. Потому что он реально очень крутой. Как Ника говорит, я надеюсь, я не сама себе его заказала. Я говорю, нет. Это подарок она. Ну, слава богу. Я говорю, почему? Она говорит, ну, потому что. Сейчас вы поймете, почему. Я всегда смеюсь и говорю, синдром нарцисса. Вот. Но я не вижу в этом ничего плохого. То есть себя любить надо. Я в новом сарафане. И я уже покажу его, наверное, в отдельном видео. Или, может быть, в этом. Не знаю, в общем. Глянем. При монтаже пойму. Потому что снимаю много чего. Что-то вставляю, что-то монтирую. Ну, вставляю, да, в видео. Что-то вообще не использую. Но вот этот вот сарафан. Он такой трансформер очень классный. Я его заказала на все свои. Одесский дизайнер. Вот. Внизу оставлю тогда ссылочку. Он такой длинный и на кнопках. Вот. И еще что-то вам хотела показать. Хочу показать оранжерею. Я была поймана сразу возле спортзала. И были подарены два букета красивых. Доминики и мне. Это безумно приятно. Потому что, ну, с утра я не ожидала, что вот прям вот так вот. Потому что я утром проснулась и поехала в спортзал. И вот как бы, как бы была поймана. Вот. Я люблю такие цветы. Я очень люблю такие большие букеты из разных цветов. Это Доминикина коробка с цветами. Такие нежные. Ник очень любит тюльпаны. Вот. А тут все на свете. А это мой. Я как бы вроде бы как равнодушна к цветам. Цветы потом вянуты. И мне как-то жалко. Поэтому я вроде бы как к ним равнодушна. Но когда праздник. И когда такие красивые букеты. То и устоять ну просто нереально. И очень радуешься. Когда такую красоту видишь. Когда она с любовью подарена тебе. Вот. Так. И еще Демушка приехал. Поздравил. Он на выходных у папы. Сейчас как бы праздники. Да. И выходные. И он у папы. И Демид поздравил с сестричкой и мамой. Сейчас покажу. Почему ты мне здесь Мальфисента напоминаешь? Я не знаю кто это. Не знаю что такое. Такая с рогами. А. Потому что ты меня очень любишь. Которой играла Анжелина Джолина. Посмотри. Тебе показать фотографию Мальфисента? Так. Девочки напишите мне в комментариях. Пока Ника ищет. Я вам покажу. Демид поздравил. Как я уже сказала. Маму и сестричку. Подарил маме белые. А Никуле желтые. Тюльпанчики. Ника очень любит тюльпаны. Как я уже говорила. Вот. Поэтому от сыночка тоже. Подарочек. Ну понятно что это как бы папа. Но в любом случае прививаем ребенку. Папа прививает. Любовь к женщинам. Да. К близким. То есть 8 марта это праздник для девочек. Показывай. Так. И чем мы похожи? Девочки. Сейчас подожди. 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 Я с. Ну она. Так. Чтоб она. Так. Ну вот. Моя фотография. И вот. Ну и где мы похожи? Я не знаю. Спасибо, дорогая любимая дочечка. Я посмотрела. Она напомнила. Я сказала. Спасибо. Спасибо. Спасибо, моя хорошая. Внешне. Спасибо. Я не говорю, что... Кстати, Ника мне подарила вафли. Ну, они ещё готовятся. А ты показала, она почти пустую тарелку. Ну, хорошо, вафли. Мне дочь делает на... На 8 марта мне дочь делает вафли. Я вообще хотела проснуться утром тебе их сделать. Но будильник меня подвёл. То ли я подвела будильник. В общем... Зато мама разбудила Нику, постравила её. Да. А она продолжила спать. Обняла свой подарок и продолжила спать. Ну, ладно, пойду. Ничего не поделаешь. Покажу уже подарок Саше, моей подписчице. Камера-мотор. Вот так. А то ты заканчиваешь камера-мотор, как будто ещё надо продолжить. Ну, продолжить, типа, чтоб ты сказала, поехали. Вот этот. Ты ещё не сделала так. Давай. Камера-мотор. Я не знаю, что здесь. Здесь я только открыла и вот вместе с вами. Мне не нравится. Ты... В общем, дочь меня выгнала и сказала, что неправильно. Камера стоит. Теперь видно и то, что в коробочке, и ты от света. Всё отлично. Вот видите, у меня гениальный ребёнок. Моя помощница. Моя правая рука. Такой домашний влог. Ты пока настроишь, я уже усну. У меня собираться надо, я вечером иду с Эм гулять. Отмечать. Всё? Да. Вафли давай делать. Делай маме вафли. А-а-а. А-а-а. Ну, Ника. Что? Я... Чтоб тебе голову не обрезала. Тут написано для самой яркой и прекрасной звёздочки. Вот так вот показываешь, берёшь. Вот так, да. Поближе. Тут открываешь, тут много денег. Вываливает. На ремонт. Саша, прости, просто пошутила. Ух ты. Thank you. Это... Thank you. Язык прикусывай. Thank you. Ты какого-то пчела за язык прикусила. Thank you. А как? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Да. Иди отсюда, не длий маму. Тоже мне. Вот поэтому я не учу английский, потому что она начинает стебаться, и я зажимаюсь. Дорогая Анечка, я искренне благодарю тебя за всё, что ты для нас делаешь. Ты невероятная. Твой позитив, твоё тепло и мотивация. Я очень рада, что ты есть, Саша. А какой почерк красивый. Вау. Класс. Почерк очень красивый. Я просто обращаю внимание на почерк. Я здесь ещё увидела. Тебе лучше не заглядывать в мою тетрадь. Я знаю, я уже заглядывала. Я, кстати, сохраняю. У меня очень много. Ещё когда я только начинала, и мне, кстати, девочки присылали тоже разные посылки. Я жила ещё в прошлом доме. И я сохраняю всё это. У меня есть специальная коробка. Спасибо. Ооо. Вечерний Киев. По идее, это я должна такие подарки дарить, потому что Вечерний Киев, я в Киеве. Спасибо большое. Конфеты. Ну. Ооо. Это для Демидушка. У него такой нету. Слушай. Саш, ты прям в точку, Hot Wheels. Он будет очень рад. Очень. Я передам ему. Шарики. Обожаю тебя. Ты лучше всех. Класс. Больше, побольше бы таких, как ты. Где ты такое нашла? Ты чудо. Я знаю. Класс. Спасибо. Ооо, я ж люблю шоколад. Миллениум. Там еда есть? Да. Ника, здесь еды много. Спасибо. Барни. Ооо. И сейчас мы будем пить. Латиниум. Демка будет рад. Я только сегодня видела рекламу этого шампанка. Мы тоже. Кстати, я, конечно, еду за рулем. Хотя можно вызвать такси. Сделать опирольку. Как раз то, что надо. Это на А. Не получится из этого опироль делать. Это на полусладкое. На основе белого вина. Я люблю полусладкое. Значит, можно так пить. Без опироля. Саш, спасибо. Спасибо. И свет чаю. Класс. Это классный чай. Я его люблю. Вообще, бессмертный чахлык намерущий. Саш, спасибо большое. Безумно приятно. Все такое вкусное. Такие подарки на 8 марта. Вообще, такое внимание со стороны подписчиков. Ну, ты уже не просто подписчик. Ты уже прям как моя такая девочка. Жалко, конечно, что не в Киеве. Ты далеко. Ну, Ника. Вот приколистка. Спасибо тебе большое за подарки. Безумно приятно. Правда. С 8 марта. Я вся в подарках. Я вся в подарках. Покажу сейчас еще блокнот. Это... Я оставлю внизу инстаграм. Ребят, смотрите. Блокнот как книга. Вот. Я не знаю, видно, да? Здесь мой ник инстаграмовский. Ну, просто как за порошка она. Вот инстаграмовский ник. Здесь надпись. И блокнот очень-очень крутой. Он с такого... Такое качество классное. Бумага туровская. И сейчас... Ой, ой, ой. Сосыпется, да? Сейчас вам покажу. Вот. Все очень просто и лаконично. То есть, нет никаких там заморочек. То есть, действительно, все то, что надо. Вот то, что мы используем. Так как я часто использую блокноты, у меня их несколько для разных тем. Есть рабочий. Есть, который для строительства. То есть, они у меня прям совсем разные. Есть такой вдохновляющий. Там я просто пишу какие-то стихи, что-то такое. Ну, такой творческий человек. Вот. И есть у меня блокнот моих желаний, планов. Что исполнилось, что не исполнилось. Моих целей. Ну, и так далее. Вот. Это наподобие, да? Вот. Он очень подойдет как для ежедневных планов. Потому что тут очень удобно сделано. Сейчас покажу. Вот. Типа основное, да? И время. Видите? С четырех утра. Это магия утра. Это магия утра. Если читали, это хорошо, вы понимаете. А если не читали, то прочитали. Это прекрасный цель. Он был как медицинский препарат. Чай. Ну, зачем уже со временем начали люди пробовать его? Как пить уже как напиток? Препарат. Тоже, да? Тоже, да? Кислородом по рецепторам прогоняется. И вы лучше ловите каждую нотку. Каждую это. О. Нам надо этот. Аромат. Как сейчас вы поцениваете на аромат? Давай. Парш. Можно еще погромче. Да? Как-то тихо. Скромно. Скромно, девочка. Не надо скромничать. С чаем не надо. Так. Вот. Вот уже лучше. Уже лучше. Уже лучше. Это как раньше в деревнях пили чай. Там же серболи? Вот. Вот. А серболи за счет чего? Понимаю. Кислород выпускают и вкус. А говорят, деревня, деревня. Нет, нет, нет. Правильно. Пропустить по нему бы, по твоему. Ну, на самом деле, скажу честно, открыть чай, понять его, но лично я, когда только на чем занимался этим, я начал понимать и раскладывать по нотам буквально через пару месяцев. Именно четко по нотам. Где курага? Где черный слив? Какой вкусный чай. Где абрикос? Где изюм? Изюм? Где фрукты, да? Сладость. Это сухофрукты. Кстати, в кураге что-то есть? Есть. Да, там однозначно присутствует. А, там именно курага или такое оттенок? Нет, в самом деле не еду. Да, по нотам. Вот вы правильно сейчас ловите. И китайский чай хорошо выступает как тренажер. Чего? Тренажер всего. Тренажер стиля. Хотите накатать покупку пить чай? Постоянно пить чай. Хотите быть модной пить чай? Когда на самом деле начнете пить чай, вы подробно начнете смотреть вообще на одежду, на цвет одежды, на еду. Мы вообще будем тогда мега крутые девочки. Вы начнете, вы можете выходить отсюда. Вы идете в ресторан, да? И вы четко разрешите, где повар для вас приготовил просто, где он вложил души. Да, есть такие. Вы четко разложите его. Научитесь раскладывать. Это стиль жизни, это по выбору машин, выбор мужчин, выбор женщин. Вольно. Вот это у нас сюда. В Чихай переливается весь гайвань. Гайвань – это это посуда. Это у меня в руках. Переливаем Чихай чай. Для равномерного смешивания настоя. Как правильно называется это? Чихай. Нет, только в переводе. Чаша справедливости. Да, вот, Чаша справедливости. Чаша справедливости. Класс. А знаете почему, девочки? Дмитрий, повторите, пожалуйста. Повторяю. Когда в гайване мы заливаем воду, заваривается чай, и всегда заваривается чай крепче внизу. Вот. И когда мы просто, если бы мы разливали просто из гайвани по пиалам, одному досталась крепкая заварка, второму – вода. Для этого существует Чихай чаша справедливости. Она здесь смешивает полностью, делает одинаковую заварку, и всем получается справедливо. Класс. Все довольны. Привет, привет, девочки. Вот, сейчас мы разольем по пиалам из Чаши справедливости. Равномерную заварку. Вот третий пролив, цвет еще интенсивнее стал. Да, блин, это удивительно, потому что всегда по-другому ощущению было, что наоборот хуже было. Да, цвет вот на светлого винограда дамского пальчика. Да, насыщенный. Очень сложный сок, да? Высоколорный чай, правильный чай. Чай нужно тоже правильно выбирать, церемония. Ну, наша чайная церемония и матча. Церемония. Ой, какая красота. Волшебный день. Пена – это тоже показатель для качества данного продукта. Ну что, как я и говорила, я лечу. И сейчас пол первой ночи я собираю чемодан, потому что я до этого была на презентации в магазине Жан. И презентация была, получается, парфюмерного дома Николай. Это Франция, потому что есть Италия. Ну, в общем, в принципе, разные есть парфюмеры. Это Париж. И здесь пробники разных, ну, то есть это подарок, это пробники разных парфюмов этого бренда. Очень даже неплохо, и ценовая политика очень-очень хорошая. То есть 30 мл стоит 1500, а 90 мл стоит 5000. Это очень хорошая цена, на самом деле, очень хорошая. Плюс у меня там есть еще скидки как клиент. Также я сегодня была в салоне новом. Называется он Накаток, находится на баллоне. И мне так понравилось. Я сейчас, конечно, собрала вещи, и у меня очень, ну, сохнут руки. Тукутикулу надо все время увлажнять. Но я все равно решила вам показать. Очень аккуратно девочка сделала. Так дотошненько. Вообще просто мега. Очень понравилось. Так что, если что, внизу оставлю ссылочку. Мне кажется, что очень хорошее место. Там 4 девчонки сидят, делают. И вот одна из них топ-мастер сделала мне. Цена такого маникюра с покрытием у меня гель. Это не шелак. Шелак сверху гель. То есть он крепкий. Ну, у меня уже 10 лет больше. 583. Вот. Так, рассказала-показала. А теперь хочу вам показать, что я беру с собой в Афине. Там плюс 22. Ну, я посмотрела сейчас. Вносительно тепло. И, естественно, я беру новые вещи. Я беру новый серафан. Это Алина Кровец. Или Кравец. По-моему, Кравец. Наверное, правильный. Вот. Это дизайнер одесский. И мы познакомились на все свои. Я купила у них серафан. Не было моего размера. Я говорю, блин, ну я так хочу. Мне так нравится. Она так на меня посмотрела. Я не знала, что это дизайнер. Она говорит, я пошью. Я дала предоплату. И через две недели я приехала и забрала свой заказ. Вообще очень круто. И также топ у меня только другого цвета. Алина Кравец. И джинсы, в которых я лечу. Вот. Они очень классные. И фотки буду делать в Инстаграм. Так что подпишитесь. Беру с собой штаны такие под кожу. Ну, короче, чтобы ничего не мялось. Но при этом все равно сейчас погладила гольф и футболку. Футболку кабанчиком на коня черное и одна футболка Инза Сити. Это от Навита. Вот. Светлая. И, в принципе, все. Потому что летим мы с подружкой в Афине. В принципе, погулять у нас два с половиной дня. То есть это тур выходного дня три дня. Но две ночи три дня. Вот так. И я думаю, что вполне хватит. Сейчас покажу, что еще. Беру свой тонометр с лекарствами. Я всегда беру его с собой везде. Очки. Так как это ручная гладь, то шампунь. Ну, в общем, банные принадлежности. Крема. У меня всегда пробнички. Две бигудюшки. По утрам люблю кашу есть. Иногда. Ну, короче, взяла тоже на всякий случай. И взяла косметичку. Вот. Косметичку. В косметичку я положила свои любимые продукты. Это вот эта вот палетка. Очень классная. Забаву. Сейчас покажу она на магнитике. Она меня вручает как раз вот в дороге. Почему? Потому что здесь все есть. И тени, и хайлайтеры, и румяна. Вот. И бронзатор. Ой. Моя любимая тушь. артрис 3. Это подглазки. Так. От Avon. Такой бальзам уже заканчивается. Для губ масла бальзам классный. Хайлайтер. Очень прикольный. Лореалевский жидкий. Я его смешиваю вместе с... Вот это вот у меня сейчас must have. Вот просто. Vichy Mineral Blend. У меня 6 номер, по-моему. Вот. Насколько я помню. Где это тут было. По-моему, 6. Очень классный. Он мне очень нравится. Да, 6 вот. Очень. Он так нежно ложится. Такой мягенький, аккуратненький. И легкий-легкий. Легкая текстура. Никакого нету. Вот. Знаете, как тонны макияжа. Ну, в принципе, кисточки и все. То есть я в поездках особо не крашусь. Вечером могу там тени на носке. Да и все. Вот. Так. Что еще? Ну, в принципе, все. Только единственное, что у меня обновка. В инстаграм, по-моему, вам показывала. Вот такой вот. Это воланж. Это вот шубу я купила. Помните? Вы видели меня в ней. В поездку я тоже ее как бы брала. Она очень прикольная. Классное качество. В общем, крутая. И я к ним опять вернулась. Они были на все свои. Это ребята из Харькова. И это пальто. Пальто-плащ. Очень крутое. И такое, знаете, вот. Оно именно, как вам сказать. Оно стильное. Вот этим вот оно и крутое. Расцветка. Фасон. Ну, шикарно. Вот я обожаю такие вещи, когда ты, в принципе, можешь одеть даже какой-то такой спортивный костюм. Ну, типа кабанчиком. То есть не такой спортивный, как под прям кроссовки, да. И кросс бежать. А именно такой в стиле casual. И вот такое вот плащ-пальто. Вообще очень круто. Очень нравится. Я вот сейчас думаю, мне надевать это пальто туда. В принципе, я так вещи подобрала, что и под пальто подойдет. Или взять все-таки куртку, кожанку. В принципе, в кожанке удобней. Но, короче, я больше, наверное, склоняюсь к пальтоу. В общем, я не знаю, что бы вы взяли. Понятно, что этот влог выйдет, когда я уже улечу или даже уже вернусь. Но мне просто интересно ваше мнение. Вот. Ну, а если вы подписаны на меня в инстаграм, то вы увидите. Ну, естественно, там я тоже хочу снимать влог. Я не знаю, какой он там будет. Потому что, а вдруг нас, твой не дай бог, на карантин закроют. Поэтому я думаю, что снять влог с Греции будет интересно. А, и чемодан. Очень классный чемодан. Он такой красивый. Красавчик, красавчик. Мне он нравится. Я выбирала, заказывала. Внизу оставлю ссылочку. Сейчас как раз там скидочки, по-моему, идут. Ну, я попала на скидку. И он такой вот ребристый. Такой он беленький. Такой он красивенький. Ну, он такой не совсем белый. Он больше такой слоновый кость. Он просто потрясающе стильный. В общем, буду фоткаться. Тоже в инстаграм буду выкладывать фотографии. Вот. Показала. Обновки показала. Сборы показала. Дай бог, чтобы все было хорошо. И нас не оставили не там. И впустили обратно домой. И чтобы все были здоровы. И этот коронавирус наконец-то уже умер и больше не появлялся. Спасибо, что посмотрели это видео. Жду ваших комментариев. И оставайтесь со мной. Пальчики вверх. Колокольчик. В общем, будьте активны. Чтобы мне хотелось дальше и дальше как бы снимать для вас видео. Потому что это как бы мое поощрение. Ваши комментарии мое поощрение. Все. Всем спасибо. Всех люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok